добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о плодах последний из того что перечислил апостол павел это самоконтроль или в сеноидальной библии воздержание знаете сегодня очень многие церковные системы они построены по принципу контроля то есть одни контроль от этих те контроль от тех те контроль от этих да да так была построена пирамида при моисея это ветхий завет но как только мы с вами переходим в новозаветные времена все перестает быть структурным и становится на основу отношений то есть все строится на взаимоотношения если ветхий завет это все просто согрешил кирдык сделал правильно получил плюшку и так далее так далее то здесь все изменилось ты прощен но при этом ты должен соответствовать определенным стандартам который ты узнаешь и преображаешься в этот образ через взаимоотношения с богом так вот самоконтроль это плод духа святого который мотивирует тебя который показывает тебе в горизонты перспективы таким образом что ты становишься человеком который сам себя готов ограничивать в том или в ином для достижения цели которую ставит перед тобой бог ты не способен будешь на самоконтроль без этой мотивации от духа святого это невозможно поэтому павел пишет что это плод духа святого они результат нашей тренировки как бог это делает он показывает тебе горизонты даже я более скажу он показывает тебе то что находится за горизонтом это настолько вдохновляет когда ты видишь то к чему тебя призвал господь даже христос получал такое вдохновение помните когда он принес жертву милостивление и он увидел потомство долговечное то есть он увидел вот за горизонт он увидел тех людей которые придут через эту жертву он видел меня он видел тебя я верю что его это вдохновляло он просто шел на это потому что он видел этот горизонт и вот когда мы с вами видим ради чего мы страдаем ради чего мы преодолеваем всевозможные сложности это вдохновляет нас это делает дух святой вам нужно просто поговорить с ним прийти сказать расскажи покажи покажи мне куда я должен дойти покажи мне вот мое мое владение покажи по каким местам проходят мои межи мое наследие мои плоды покажи как это будет действовать через 300 лет ну если конечно не наступит тысячелетнее царство хотя даже если наступит давайте посмотрим на это и мы с вами становимся такими людьми которые мотивированы вот этим видением от бога и мы сами начинаем себя ограничивать самоконтроль это когда я не нуждаюсь во внешнем контроле для того чтобы вести благочестивую жизнь я не нуждаюсь во внешнем воздействии для того чтобы тренировать себя для того чтобы преодолевать какие-то вещи не нужна внешняя мотивация мне достаточно мои внутренние всякий раз когда я вхожу эту тайную комнату встречаясь там с тем кто меня мотивирует не я мотивирую сам не какие-то идеи он мотивирует меня и это настолько ограничивает меня во всем я готов отказаться это не трудно потому что бог говорит ты сможешь ты достигнешь у тебя получишь и и